всем привет сегодня у нас расклад неожиданное событие которое скоро случится и сразу скажу если карта будет плохая то есть соответственно я не буду это приукрашивать да что там будет все хорошо да поэтому какая карта выпадает то событие и читаем и прежде чем начать хочу позвать вас в чат он в общем доступе и ответьте мне я там ранее выкладывал постоянно каждый вечер карту дня да и описывал что возможно ждет в завтрашнем дне вас и ответьте мне стоит ли также продолжать карту дня и оставлю ссылку кстати на этот чат телеграм можете заходить и оставлять свои реакции на посты хотя бы с карты дня до если вам это резонирует карту дня буду выкладывать каждый день сегодня начну и так каждый день буду выкладывать карту дня то есть будет фото карты и то есть вытяну карту сфотографирую ее помещу в чат кто не знает про этот чат да и опишу завтрашние события так каждый день нужно ли это решать вам ссылку я оставлю в закрепленный комментарий на чат и пожалуйста присоединяйтесь также можете зайти но они не в свободном доступе в эзотерическую библиотеку в манифест и в проживание органов если хотите как говорится прорабатывать страхи психологические затыки и так далее вам проживание орган ссылки тоже будет в описании к видео итак давайте с вами начнем расклад какие же события ждут вас неожиданны и так и так и так это карту нас первого варианта эта карта у нас второго варианта и это карта у нас третьего варианта выбирайте свою карту мы с вами сразу начинаем с первого варианта и карта у нас семерка пентаклей. В огород вы поедете неожиданно, да? Если кратко. Но смотрите, семерка пентаклей она про долгое ожидание, терпение, видите? Извиняюсь. Видите? Мужчина смотрит, как дозревают его плоды. И в ближайшее время произойдет то неожиданное, что изменит динамику ваших отношений с партнером. Потому что этот человек, а нет, вы долго-долго получается, нет, карта же про долгое ожидание, терпение. Получается, что ты долго испытывала чувство к человеку, который, казалось, не замечает твоих усилий, привязанностей. То есть, ты вот, как я это вижу, ты вкладывала много времени, энергии, пыталась показать свои чувства и заботу этому человеку, но до сих пор не видела взаимности. И получается, неожиданное событие это то, что в ближайшее время это все изменит динамику ваших взаимоотношений. То есть, этот человек, он вдруг осознает, потому что вопрос неожиданное же, поэтому вдруг осознает, как ты много для него значишь. И возможно, даже это случится после того, как ты поможешь ему в сложной ситуации, да, когда он будет нуждаться в поддержке, ты окажешься рядом в нужный момент и предложишь свою помощь, да, или понимание, эмоциональную поддержку, да, окажешь. И он, этот человек, сейчас переживает трудный период там на работе или в личной жизни, и ты не раздумывая приходишь ему на помощь, ты, как говорится, предлагаешь свое плечо для опоры, там, свои слова для утешения, да, или какие-то действия для решения его проблемы. И в этот момент он начинает видеть тебя в новом свете, осознавая, насколько важна твоя поддержка, осознавая, вот, насколько ты заботилась о нем до этого времени, а он такой паразит раньше тебя не замечал. То есть у него, как бы, инсайд придет в его голову, что а вот она же рядом всегда, а я на нее внимания не обращал. И соответственно, этот человек, он начнет понимать, как много ты сделала для него, да, и как сильно ты ему дорога. И вот он видит, вот, да, то, что твои силы, они не были усилия, они не были вот этими случайными, да, а исходили из твоих искренних чувств. И это осознание приведет к тому, что он начнет обращать на тебя больше внимания, да, будет проявлять интерес и, соответственно, желание узнать тебя поближе. И вот эти твои долгие ожидания и терпения, они начнут приносить плоды, да, по этой карте. Он предложит тебе встретиться, там, провести время вместе, побольше узнать друг о друге, не знаю, там, свидание, не свидание, но он предложит тебе, там, прогулку или скажет, давай пойдем кофе попьем, да, и вы начнете общаться более открыто и искренне. И вот между вами зародится новая, более глубокая связь. Ну, а дальше уж зависит от того, как ты готова к этому, да, и не было ли на тебе розовых очков в плане него. Но карта показывает, что неожиданные события, вот, связанные, да, с семеркой Пентаклей, она проявится в том, что человек, по которому ты долго сохла, наконец, обратит на тебя внимание. и это произойдет благодаря твоим вот этим множественным усилиям, да, терпению и проявленным в нужный момент поддержке, да, откроет ему глаза. И вот твои чувства и вот эти все действия, они будут оценены, и ты сможешь насладиться взаимностью и, как сказать, сближением с этим человеком, понимаешь? Потом расскажи, как это у тебя все проигралось. Итак, это у нас был первый вариант, а мы с вами давайте перейдем ко второму варианту. У двоечек четверка Пентаклей, и она указывает вот на события, связанные с финансовой стабильностью, безопасностью, контролем, и она говорит о том, что в ближайшем будущем ты столкнешься с неожиданным финансовым успехом, да, или возможностью улучшить свое материальное положение. То есть ты получишь какое-то неожиданное, да, мы помним наш вопрос про неожиданное событие, то есть ты вот так вот неожиданно получишь предложение о повышении на работе или про увеличение зарплаты, да, если ты не работаешь, то ты просто получишь предложение о работе. И еще раз повторюсь, это также может быть просто увеличение зарплаты, потому что ты долгое время вот трудилась, да, усиленно, показывала свои навыки, да, свои стремления, и вот теперь твои усилия будут замечены твоим руководством. И вот в один из обычных рабочих дней, да, твой начальник пригласит тебя на разговор и сообщит новость. тебя повышают там по должности, да, или более зарплату больше. И это повышение, оно принесет тебе не только какое-то финансовое улучшенное положение, но и принесет ощущение стабильности и уверенности в твоем будущем. и этот неожиданный успех, да, он даст тебе возможность сделать важные финансовые там вложения, крупную покупку ты оплатишь, которые ты откладывала постоянно. И теперь ты сможешь позволить себе там, например, внести там первый взнос за ипотеку, да, квартиру ты мечтала давно, и вот оно пришло это время, то есть неожиданное событие, то есть это финансовый твой успех в плане карьеры и так далее. Если ты работаешь на себя, то получается, что твой бизнес резко подскочит, да, спрос резкий будет. И четверка Пентакли, она также указывает на необходимость мудрого управления своими ресурсами. Хотя вот новость о повышении и дополнительном доходе, она принесет тебе радость, но важно помнить о долгосрочных целях и финансовой дисциплине, да, и соответственно ты решишь составить более тщательный бюджет, чтобы вот максимально эффективно использовать вот эти свои новые ресурсы и обеспечить себе финансовую безопасность на будущее, да, финансовую подушку сделаешь. И эта карта же также она говорит про чувство безопасности и защищенности, и соответственно ты почувствуешь облегчение и уверенность, зная, что теперь у тебя есть достаточно ресурсов для того, чтобы справляться с неожиданными расходами, да, или какими-то финансовыми обязательствами, да, например, ипотеку ты теперь можешь платить нормально, ну, грубо говоря, да, и это будет время для того, чтобы наслаждаться плодами своего труда, да, и мудро управлять своими финансами. и если резюмировать, да, то неожиданные события, они включают в себя что, предложение о повышении на работе или какое-то значительное увеличение дохода резкого. Это принесет финансовую стабильность и чувство безопасности, позволяя тебе делать важные вложения, там, покупки, да, и очень важно помнить о финансовой дисциплине, да, и мудро управлять новыми ресурсами, чтобы обеспечить себе долгосрочную стабильность и уверенность в будущем. Вот такой у нас второй вариант, и давайте перейдем к третьему варианту. Здрасте, приехали, восьмерка мечей. И она говорит про неожиданные события, которые связаны вот с чувством ограничения, да, с чувством беспомощности. И получается, ты столкнешься с ситуацией, где ты будешь чувствовать себя ограниченной, беспомощной из-за внешних обстоятельств. И эта карта говорит, что ты окажешься в положении, где не сможешь контролировать события, которые происходят вокруг тебя. То есть ты обнаружишь, что кто-то из твоих близких людей, возможно, партнер или член семьи, он попадет в сложную ситуацию, которая требует твоего участия и поддержки, и это может быть серьезная проблема, связанная с их каким-то эмоциональным состоянием, ну, или какими-то другими жизненными трудностями. И по этой карте, ну, извините меня, я вам сказал, что если карта плохая, как она есть, я так ее и буду читать. И по этой карте, получается, ты почувствуешь, что твое участие и помощь, они необходимы, но при этом ты будешь испытывать внутреннее сопротивление и страх перед тем, что ты не сможешь справиться с этой ситуацией. Твои усилия, они будут казаться тебе недостаточными, а желание помочь может сталкиваться с препятствиями, с препятствиями, понимаешь? И соответственно по этой карте эта ситуация, она вызовет у тебя чувство беспомощности, чувство ограниченности, как будто ты связана по рукам и ногам. Ты столкнешься с этими внутренними конфликтами, сомнениями в своих силах, да? Будешь чувствовать, что ты не знаешь, как правильно действовать. Важно признать эти чувства и не пытаться игнорировать их. Понимаешь? И вот эта карта, она же напоминает, что несмотря на все внешние ограничения, важно сохранять внутреннюю силу, стойкость. ты обязательно найдешь способы помочь и поддержать своего близкого человека, даже если это будет требовать от тебя значительных усилий и самоотдачи. Важно не терять надежду и искать пути выхода из этой сложной ситуации. Понимаешь? Резюмировать я не буду, потому что карта не очень хорошая. То есть вокруг тебя мечи, а ты связана по рукам и ногам. Троечки. Надеюсь, третий вариант сегодня ни у кого никто не выбрал, и поэтому третий вариант он ничейный. Несмотря на это все, даже если кто-то выбрал, помните, что дед всегда рядом, и любые плохие ситуации в жизни они приносят опыт. И будущее вариативно, поэтому зная свое будущее, можно его изменить. С вами был я. Пока. Редактор субтитров